Частичная мобилизация, объявленная президентом осенью прошлого года, оказалась тогда для ответственных органов шоком. Мы видели, в какой неразберихе происходил сбор на службу в зону проведения СВО. Повестки не доходили до адресатов, призывались негодные к службе и потом возвращались обратно. Многодетных отцов забирали, но после прямого вмешательства отдельных парламентариев возвращались. Тогда же, но уже после набора основного числа военнослужащих начались официальные комментарии той неразберихи. Мы слышали уверение, что будут приняты меры и система учета военнообязанных будет кардинально обновлена и все в таком духе, что, мол, вот тогда-то никакой неразберихи не будет. Неразбериха подкараулила в другом месте. Накануне Госдума обсуждала законопроект, предусматривающий оформление электронных повесток через систему госуслуги. Но в первом чтении обсуждали одно, а ко второму чтению неожиданно за несколько минут до начала заседания появились еще 80 страниц поправок, за или против которых нужно было проголосовать, получается, заочно, не ознакомливаясь. Естественно, часть депутатов возмутилась не столько содержанием законопроекта, сколько самим подходом к законотворчеству. Я думаю, что это неправильно абсолютно, потому что мы должны были иметь возможность внимательно изучить текст законопроекта, потому что первоначальный текст содержал 56 страниц, поправки 80 страниц. Расширился сам предмет регулирования. Андрей Валерьевич. В первом чтении мы рассматривали поправку в один закон о воинской обязанности и военной службы. Во втором чтении мы внесли поправки еще всем законам, которых не было в первом чтении. С точки зрения нашего регламента это изменение концепции, это очевидно. Вот мы говорим о поправках. Какой был шанс изучить эти поправки у нас, когда они внесены в такое время? Просто обсуждение может быть предметным, если они внесены в такое время? И как может быть выверенным голосование в таком случае? К чему все-таки принятие вот такое под покровом Таймены и очень стремительно? Что такого в проекте, что потребовалась подобной секретности? Объясните, пожалуйста. Объяснение? Да кто вы вообще такие, как бы намекал спикер Нижней палаты парламента? Володин даже не намекнул, а прямым текстом предложил, чтобы недовольные таким подходом сдали свой мандат депутата и отправились в зону СВО. А что такого? Сейчас надо поставить на отдельное голосование те поправки, которые у вас вызывают сомнения. Хорошо, тогда будем действовать по регламенту. На отдельное голосование все поправки поставить. И я мотивирую тогда, когда их будем рассматривать. Почему? Если такие поступки совершаются в этом зале, в первую очередь задайте вопрос себе. Зачем избирали депутат на Государственной Думе? Для того, чтобы саботировать решение. Алексей Иванович, напишите заявление. Законопроект приняли большинством голосов. И уже после, как водится, можно было высказываться, критиковать, дополнять, так сказать, эмоционально. Все, что касается законов о военной службе, должно приниматься пакетом. Ну, сделайте хотя бы вид, что мы заботимся о наших гражданах. Рассмотрите наши законы о том, чтобы принять отсрочки для многодетных отцов, для отцов детей-инвалидов, для единственных детей-родителей. Пусть это будет большой пакет законов мобилизационных. И тогда граждане нас поймут. Спасибо. Депутат Нина Астанина прокомментировала свое отношение к ситуации для накануне. Инициативу по новой системе воинского учета, подразумевающей электронные повестки, Астанина оценивает как скоропалительную и непродуманную. Она несет дополнительную социальную напряженность в общество, потому что для Министерства обороны это просто призывник, а для матери это сын, для жены муж, а для ребенка – отец. И остается непонятным, что предполагается, зачем это нужно вводить сейчас. Потому что постоянные сбои на госуслугах говорят о том, что эта система несовершенна. Да и нормы, которые предусматриваются в этом законе в случае неполучения человеком оповещения в нормальном виде, уже все равно применяются, начиная от невозможности получить визы, выехать в другую страну и так далее. Та неразбериха, которая у нас сегодня есть с госуслугами, приведет к еще большей бестолковщине. Как отзывался об этом процессе сам Владимир Путин в начале частичной мобилизации, напоминает Нина Астанина. Сегодня тот факт, что мы задавали вопросы, они касались, в общем-то, не столько содержания самого законопроекта, сколько, как мне кажется, неуважительного отношения к нам, к депутатам. Почему? Потому что, Вячеслав Ильич, вы сами говорили, что после того, как закон принят Государственной Думой в третьем чтении, он перестает быть авторским. Это не группа авторская, не профильный комитет, это все депутаты Государственной Думы несут ответственность за этот законопроект. И когда наши избиратели спросят нас за содержание каждой статьи законопроекта, я не могу отвечать так же невнятно, как, к сожалению, не обижайтесь, Андрей Валерьевич, вы отвечали на наши вопросы. Продолжение следует...